Здравствуйте! Это программа «Квадратные метры» и ее ведущий Василий Попов. Я знакомлю вас с самым интересным в области строительства, ремонта и обустройства жилья. Смотрите сегодня в выпуске. У нас образцы дверей, да, для меня интересно. Здесь у нас древесина, здесь у нас какое-то другое наполнение. Новый строительный материал предназначен для экономии пространства. Вторичное и первичное жилье, спрос, цена на квадратный метр. Сегодня мастер по делочным работам поможет нам в выборе межкомнатных дверей. Какие у нас на сегодняшний день есть межкомнатные двери? Я думаю, что они сейчас современные, чуть-чуть другое качество. Наверное, совершенно абсолютно иные, нежели те, которые были, например, лет 10 назад, даже больше. Расскажи нам об этом, пожалуйста. Ну, судя по тому, что сейчас представляет нам рынок, предоставляет, что мы можем приобрести, голова идет кругом. Приходишь в магазин, который продает двери, и по видам расцветок, цен, качество дверей – это действительно большой очень выбор. Никто еще у нас не отходил от классики. Классика – это массив. Двери дерева из массива и сейчас научились делать таким образом, чтобы они не были подвластны ни рассыханию, ни набиранию влаги. То есть, как их поставили, так и не будут стоять. При надлежащем уходе они у вас прослужат очень много лет. Более современные материалы, такие как МДФ, в некотором случае пластик используется, тоже двери делают. Тут выборов огромное количество, современные вот именно двери. Вот, они могут в виде гармошки закрываться, открываться. Они могут быть на полозьях различаться по типу купе. У нас образцы дверей, да, для меня интересно. Здесь у нас древесина, здесь у нас какое-то другое наполнение. Основа двери, она состоит из массива сосны, которая с двух сторон у нас, как мы уже говорили, с прессованными панелями МДФ. В данном случае, когда полотно, оно цельное, без рисунка, или даже с рисунком, но без стекла, есть возможность наполнить ее сотами, так называемыми картонами. Вот это вот, это картон? Да, картонные соты, которые не снижают характеристики самого полотна двери, но при этом облегчают саму конструкцию. То есть, для использования уже недостаточно будут более простые петли с меньшей нагрузкой использовать. То есть, вес намного легче такая? Да, вес намного легче. И сюда не попадает влага? Влага в любом случае никак не может попасть. Если двери качественные, то пленочка проклеена со всех сторон максимально плотной, без каких-либо щелей, зазоров, поэтому попадание влаги исключено полностью. Если вы видите, что на двери есть какой-то скол, то что на двери как-то пленка отошедшая, оторвана, то это, естественно, уже гарантийный случай. А как определяется то, что вот эта дверь имеет внутри соты, а вот эта дверь имеет чисто по весу или как-то еще? Чисто по весу и по звуку. Но все-таки нужно остерегаться того, что если мы знаем, что у нас в помещении там больше процентов влажности, еще какие-то показатели, все-таки не брать с такими сотами? Дело в том, что сейчас у нас на рынке продаются двери, которые практически состоят из одних этих сот. У них есть небольшая рамочка по периметру, которая практически ничего не держит, а еще и большая неосторожность с тем, что она проклеена обычной бумагой. И в этом случае, естественно, двери распирают, двери начинают расходиться. То есть это обычная чуть ли не поделка, да, скажем так, сделана где-то в гараже на коленке? Не факт. Не факт, что сделано в гараже на коленке. Это может быть сделано также и заводом, но просто люди не обманывают. Они ставят цену 500 рублей, ставят цену 1500. И те, кто устраивает, цена, производители не скрывают, из чего дверь сделана. Вот. Это может быть просто офисный вариант. Качественные двери стоят недешево. От 6000 и выше. Вот эта дверь стоит 10. Здесь используется стекло триплекс. Оно состоит из двух стекол, которые в промежутке у них есть пленка. И то есть, допустим, при своей ударопрочности она превышает во много раз обычное стекло, даже каленое. И при разбивании, но не падает, не рассыпается осколками, а все эти осколки остаются на этой пленке. Такие двери, это все-таки полицензии или же отечественные производства? Сейчас технологии позволяют и отечественное производство двери выпускать. То есть, у нас существуют заводы, которые работают, мощно выпускают двери заводского производства. Но сама технология, само производство, именно само МДФ, даже уже МДФ, это не наша аббревиатура, она пришла у нас с английского языка. В самом МДФ была разработка ДВП, сухое производство. ДВП дало нам расширение, и технологии дали возможность делать ДВП разной толщины, 6, 7, 8, 10, 20 миллиметров. У нас дверь такая интересная, цветовая гамма интересная. Можешь нам рассказать, как она изготовляется, что здесь есть в основе? В данном случае на двери используется пленка хамелеон. Если присмотреться, то под разным освещением она дает разный цвет. Вот, допустим, если ровно смотреть, она дает красным металлом. Если по другим, то он зеленым, синим, то есть она переливается, в зависимости от того, как падает цвет. Здесь также используется с двух сторон матовое стекло, нанесение на него рисунком. Рисунок наносится пескоструйным методом, то есть выбирается лишняя матовость стекла. И добавлен такой элемент, немножко необычный для нашего слуха, фьюзинг называется. Фьюзинг – это специальные такие стеклянные элементы, которые добавляют к рисунку, либо к самой двери какой-то колорит, какой-то свой собственный дизайн. Что говорит именно о качестве изготовления дверей, да, вот предпродажный, так скажем, предпродажный вид? Вот я вижу, здесь есть какая-то пленка. Можно вам об этом рассказать? Что это такое? Для чего она нужна? Ну, в первую очередь, да, допустим, смотря какая пленка используется, вот здесь используется глянцевая пленка. Она требует за собой определенного ухода. Транспортировка, установка, все это может как-то на нее повлиять, да, дизайнерная осторожность может привести к тому, что что-то неприятное случится, там, поцарапали еще что-то. Это сложно сделать с пленкой, она сама по себе ударопрочная. Вот, но все равно для глянцевых пленок используется дополнительный еще слой из полиэтилена, который наклеивается. Вот, и впоследствии, после того, как дверь уже установлена, ремонтная работа закончена, и чтобы ее не испачкать, легче было отмывать, просто сдирается эта пленочка. Вот эта вот вся пленка полностью, ее можно сдирать, да? Да, пленочка полностью сдирается. Обязательно, наверное, на такие двери нужна гарантия, да, чтобы если что-то мы обнаружили, мы могли спокойно разобраться с этим вопросом, сдать, получить новую дверь, да? Да, естественно, любой производитель, который производит качественные, хорошие двери, он не боится дать гарантию на свои двери. Вот, самый оптимальный вариант гарантии – это один год. Вот, то есть, все, что может с вашей дверью произойти, она происходит обычно в первый год. Самые смелые производители дают уже больше, полтора и два года гарантии на свои двери. В принципе, дверь без гарантии или гарантия-то на два месяца лучше не брать. Не факт, что вы в течение этих двух месяцев дверь свою установите. Вот, а по истечению этого срока уже будет сложно дверь поменять, либо вернуть, когда отслоился шпон, начала отходить бумага, облезать. Это, во-первых, очень неприятно, вот, во-вторых, очень жалко потраченные деньги. Я держу вот стойку коробки, да, дверной. Скажи, здесь, видимо, все-таки опять у нас пленка, и есть вот это вот что у нас, как это называется? Это уплотнитель на двери. Он обязательный? Это показатель качественной двери? Ну, да, в последнее время уплотнитель на двери, он идет как обязательный на коробке, да, непосредственно. Вот, это дает нам более мягкое закрывание двери, отсутствие дребезжания, отсутствие ударов. Если у вас стены шире самой коробки, вот, предусматриваются доборы, которые идут все в цвет дверного полотна, вот. То есть вся сама конструкция дает возможность изготовления дверей в одном стиле, в одном цвете, от наличника до наличника. Что за это у нас декоративный материал, для чего он нужен? Более подробно нам хотелось услышать. Ну, вот это вот, на самом деле, идет как название у него такое, хитро-капитель называется. Вот, используется он в качестве наличника. Он бывает разной модификации, разной структуры, но здесь вот предоставлен вот такой вот образец, да. Дверь устанавливается, устанавливается коробка дверная, устанавливается сама дверь, и по окончанию работ собирается вот такая вот конструкция, которая придает двери эксклюзивный вид, такую некоторую экстравагарность. Продолжение следует...